Всем привет! Доброе утро! Что у тебя болит? Лапа болит! Лечера каталась на носках по плитке и грохлась, естественно. Задница, извините. Кусочком спины. Теперь болит. Идем пока там машина. Мы в школу. Ничего нового. Я очень рада, что завтра выходная. Хотя бы немножко отдохну. Как-то я не могу мозги как-то до кучи собрать. Что-то у меня такое, какой-то ступор. Как у тебя дела? Как у тебя вчера день прошел? Не знаю. Не знаю. Было с кем играть? Все хорошо было? Все хорошо. Шланишки теплые? Не знаю. Ботинки теплые? Не мерзнет ничего у тебя? Хорошо. Что-то расскажешь. Ну, вернай. Готовитесь к концерту. Скоро же концерты. У нас еще неделя декабрь. Да, Новый год. Прайпали снегом. Новый год. Мэри Крисмас и Хэппен Дюйя. Цепляйся за ручку. Как-то солнышка нет и так... Я что-то не могу... Не особо нормально. Как-то вот... Уныло. Уныло слегка. Хотела вам что-то рассказать. Консул уже приезжает в субботу. Что? Суббота, воскресенье, не знаю, не помню. И девочка моя пойдет туда. А я аж выйду вместо нее на работу. Почему мы поменялись? Не знаю, получится или нет у нее сделать все дела. Но... Дай Бог, чтобы получилось. Потому что реально это... Честно сказать, это задница. Так как я... Смотрю видео, мне попадаются видео. Как люди рассказывают, что слоты и не поймать не могут. Это с тем, что вот эти вот новые правила, да, там... Полгода, на полгода открылись. Нету их. Нету их. Взять их нереально. Я так и не смогла зайти. Через день прийти. Верификацию не получилось. У меня ничего сделать, девочка. Мои тоже девочки не смогли ничего сделать. Не смогли зайти. В общем, толку ноль. Хорошо, что я все-таки это сделала. Еще раз лишний раз убеждаю, что у меня что-то дернуло. Пусть и так дорого, и так муторно, и там дорогим путем, долгим, длинным. Но я с паспортом. Это самое главное. Я могу сейчас расслабиться, но что у меня пока не получается расслабиться. Потому что теперь на повестке дня другие вопросы. Потом, может быть, вам расскажу подробнее. Только что был, наверное, полдень назад звонок. Уже без пяти. Но мы нормально, нормально идем. Не в 9.30. Ой. Что, хорошего дня? Хорошего тебе дня? Угу. Чтобы все было хорошо, чтобы ты там училась, было с кем у тебя играть. И чтобы ты не баловалась, да? Воздушный поцелуй? Угу. Да. Увидимся позже. Хорошего дня. Отвела Польку в школу. 9.01. Ну, там даже несколько минут. Даже не опоздали сегодня. Вот так зима как-то резко пришла. Я отсюда не готова. Расстроилась. Расстроилась, что скоро будет холода. Хотя они, конечно, не так ощущаются, как украине. Но все равно под расстроилась. Что-то еще на 4-5 месяцев. Вот такая будет погода. Холодная. В общем, как-то у меня сегодня нет настроения. Я в расстроенных чувствах. Нет облегчения у меня от того, что паспорт со мной. Как-то до меня еще надо не дошло. Потому что, в принципе, я же говорю, читаю все вот эти вот новости и понимаю, что я сделала правильно. Опять я убеждаюсь, что я сделала правильно. Потому что, ну, непонятно, как оно там будет дальше. И все вот эти вот сроки рассмотрения, чтобы у ребенка моего был нормальный паспорт. Что-то солнца нет, что-то я устала. Или это все вместе, или это просто зимняя хондра, или просто я унылая говно. Не знаю. Как-то вот что-то у меня сегодня нет настроения. Не знаю. Я в шоке, ребята. Я же говорю, как-то я вообще выпала из жизни. Вот следующее воскресенье, не следующее, а это воскресенье. Вот следующая неделя, это уже декабрь. Декабрь. Месяц и Новый год. Двадцать пятый год. Боже, как быстро время летит. Я не знаю, вообще в шоке. У нас теперь на повестке дня один вопрос. И снова решение некоторых моментов в этом вопросе сложатся на меня. Не могу сказать, что я не знаю, как это делать. Хочется верить, что я знаю, но я как бы не уверена. И дай бог, чтобы все получилось, потому что снова я буду виновата, как обычно во всех вопросах, которые я решаю, потому что кто-то больше не решает, виновата только я. Ну, естественно, это так, кусочек из моей жизни, понимание. Сейчас пойду домой. Я вам не рассказывала. Юза, наверное, не бушная. Просто у них открыта коробка и у них год варантии. Ну, собственно, как на телефоне, там, где я этот телефон заказал. И стоят они, стоили они дороже, по-моему, 233. Че-то уже с налогом было 233. Короче, не помню. 208, сейчас они подупали 203. Повторюсь, open этот, Samsung Watch, шестое поколение. Сейчас вышло, по-моему, седьмое, да? Открытая коробка. И они маленькие, ну, как, чуть больше, чем мои Apple Watch 3, но не самые большие, по-моему, 40 миллиметров. И они с LTE. То есть, в теории, в них можно загрузить eSIM от моего мобильного оператора. И мне будут приходить уведомления. Все, ну, уведомления не настолько важны. Мне важны звонки, что, допустим, если будут звонить со школы, я понимала, что... Так, это, ну, это Полинка, да? Хочу заказать. Вот скоро Black Friday, там Новый год, все это те дела. Особо цены не падают. Ну, чуть-чуть, я же говорю, подупали часы, а так нет. Я, как бы, пока не заказываю, потому что и так очень много денег потратили в этом месяце. Я летала в Польшу. Ну, короче, у меня так рука заморзла. Вот, и хочу вернуть предыдущий телефон из 21, не могу вернуть бы почту, до сих пор еще стройкует. Не работает. Не могу отправить. Хотя на Амазоне уже оформила возврат. Но, понимаете, сколько там они еще будут стройковать, непонятно. Хотела, может, сдать эти Apple Watch, потому что я, допустим, понимаю, что я сейчас ими уже не буду. Ну, я-то пользуюсь, но они не работают с Самсунгом. И, допустим, оставить их, как я ставила свой айфон, хоть он там и подтормаживает сейчас у меня. Ну, допустим, там на всякий случай переходить, там, если вдруг что, там, да, должен быть телефон. Это там пройдет какое-то время, но они вообще уже будут, ну, просто старые. Я вообще трындец, капец им. И я не понимала, как бы, смысл. Думала их сдать на трейд-ин, чтобы хоть какие-то 100 долларов выиграть. Короче, чем бы дитя не тешилось, я бы своих на нору была. Но я уже свою нору была, поэтому тешусь теперь чем-то другим. Вот. В общем, такие дела, надо себе сделать подарок на Новый год, сам себе не сделаешь, никто не сделает, поэтому только я. Вот, наверное, блин, в следующей неделе подожду. Почитаю все-таки про трейд-ин, может, там что-то есть. И я закажу себе часы, потому что мне нужны именно те, которые коннектятся. И, не знаю, я там вычитала в описании, что вроде как эти не работают с нашими операторами. Не знаю, правда или нет. Вот, хочу их заказать, посмотреть. Если нет, тогда закажу. Ну, и, в общем, буду смотреть. Хотелось бы, конечно, что они коннектились, потому что мне нужны именно ЭЛПЕ. В общем, я пошла на работу собираться. Увидимся с вами позже. Пока-пока. Доброй ночи. Вечера. Почти 8 часов вечера. Я только дома заходила в магазин, хотела купить сыра, но он почему-то в Новый год уже не продается. Не знаю, почему. Нам немножко не хватает до доставки. Не знаю, чего. Нету его здесь. Ну, в общем, без сыра. Взяла попкорн на радостях. Взяла яблочек. Захотелось мне. Ползу домой. В общем, сегодня, в принципе, отработало нормально. Неплохо. Но в обед, конечно, у нас должно было быть 4 человека, но один человек не вышел, у нас было трое. Это было просто жопа. И мы настолько расстроились все, потому что это не просто обслужить. Нам помогали, но все равно ты бегаешь, как странный веник. Естественно, никто не пошел вовремя на обед. Никто не пошел после обеда вовремя на ланч. Про второй перерыв вообще речи не идет. Ну, понятно, потому что времени нет, нам надо закончить работу, потому что мы вернемся, и она опять на нас ляжет. Ну, в общем, как-то это так все предоставит какую-то постоянную тенденцию. И, естественно, что никого это не радует, потому что кто-то болеет. Допустим, у человека болит голова, он выпил таблетку и пришел на работу. А кто-то сидит дома, потому что человеку не хочется работать. Вот он решил, что сегодня он так, блин, там снег на улице, вообще холодно. Я не хочу, знаешь, что работает тогда, ой, господи. Останусь, когда я лучше дома. И вот, как бы, из-за таких моментов, ну, а когда предупреждают? Вот если тебе позвонили утром, и тебе надо найти человека, у которого уже, как бы, свои планы. Да, потому что человек знает, что сегодня выходной, тебе нужно... И не все же могут выйти, потому что, допустим, у меня я не могу брать большее количество часов. Потому что большее количество часов – это овертайм, и его нужно оплачивать, естественно, его нужно оплачивать. Поэтому всех, у кого вот под завязку часов, их не вызывают, ну, чтобы не платить. Соответственно, как бы, мы работаем трое, должно быть шесть. Мы работаем каждый за двоих, каждый из нас. Зарплата на стаж. Ну, короче. Ну, а вечером у нас уже было пять человек, уже было полегче. Мы хотя бы не так бегали, не так к жопу раненая, как обычно. Ну, вот, и закончили мы, в принципе, вовремя. Ну, в общем, ну, опять-таки, осадочек-то остался от обеда. Скажет нам прийти новая девочка наша, украиночка. Она там работает, но она работает в другом отделе, должна прийти к нам. Не знаю подробностей, почему она переходит, насколько я знаю. У нас самая низкая зарплата в других отделах выше. Чего она к нам идет? Ну, ладно, как бы у человека свои могут быть какие-то, да, проблемы, вопросы. Посмотрим, как мы справимся все. Сергей же ходил в субботу сдавать экзамен. Селпит, селпит, селпит. Я прилетела в воскресенье, он мне такой, я там, наверное, не сдал. Еще хуже, чем в прошлый раз, дала. Прошлый раз он сдал на пятерке, и ридинг у него был двойка. Это было в апреле. Я говорю, ну, что я тебе скажу, как есть, ну а как. Ну, сегодня пришли результаты экзамена. Ридинг у него четыре. И по всем остальным группам у него шесть, шесть и семь. То есть он прошел, набрал проходные баллы, которые нужны для программы. Должно быть минимум четыре по каждой группе. У него четыре, шесть, шесть и семь. Ну, что я скажу, молодец. Он там готовился, насколько это возможно, там с Полиной, да, я на работе, она там сидит в комнате, она им там на голове скачет. Ну, в общем, готовился, что-то там учился и пересдал. Да, сейчас приду домой. Может, не сейчас, может, завтра, потому что завтра выходная. И добавлю в анкету нашу, в заявку на интерес, добавлю результаты по этому экзамену. Может быть, это нам что-то даст, но все равно как бы не будет у нас, естественно, восемьсот, там, семьдесят баллов, но все равно это лучше, больше и выше. Ну, как бы самому себе показал, доказал, что может. Поэтому молодец. Минус шесть. В принципе, без ветра не холодно нормально, но у меня рука уже замерзла. Понятное дело, что оно как-то все тает, я не пойму, чего так. Так, я завтра же отдыхаю с девочкой, поминались, и работаю. Потом четверг, пятница, суббота и воскресенье я дома. Очень вот так. Ну, такие у нас дела, ребята. Пытайте домой. Вам желаемирного неба, всего хорошего. Берегите себя. И увидимся с вами завтра утром. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok